Здравствуйте! Меня зовут Дончик Виктория Павловна. И сегодня мы с вами продолжим знакомство с программой Powerpoint. На сегодня задача следующая. Повторить добавление анимированных эффектов, сопроводить их с звуком и рассмотреть параметры настройки звука. Ну давайте вот на... Итак, первое нам необходимо добавить эффект. Выделяем заголовок, добавляем эффект. Вход давайте сделаем, например, вход в подъем. Там, где у нас есть задание, давайте добавим эффект на вход цветная пишущая машинка. И для картинки установим соответствующий эффект. Ну пусть будет это, пусть будет, пусть будет восцветание. Для того, чтобы все эффекты выполнялись автоматически друг за другом, им необходимо указать начало после предыдущего. В том порядке, в каком мы с вами устанавливали наши эффекты, соответственно, они вот здесь на фонаре задач пронумерованы. Давайте выделим эффект. Вот выделяем первый эффект. И вот здесь сначала устанавливаем после предыдущего. Выделяем следующий эффект, после предыдущего. И следующий эффект, после предыдущего. Так, повторили работу с анимированными эффектами. Теперь давайте для эффекта, для нашей картинки, добавим эффект звуковой пишущей машинки. Для этого, обратите внимание, мы с вами заходим в контекстное меню эффектов. Открывается оно вот здесь, смотрите, щелчок по вот этой галочке. Заходим в параметры эффекта. И вот на вкладочке эффект, где написан звук, есть кнопка выборки. Нажимаем ее и добавляем соответствующий звук. В его будет пишущая машинка. Выбираем, нажимаем ОК и слышим соответствующий звук. Хорошо. Для следующего слайда, давайте мы с вами добавим эффект аплодисмента. Звук аплодисмента. Мы теперь выполним следующую команду. Вставка, фильмы и звук, звук из коллекции картинок. И вот здесь выбираем, выбираем аплодисменты. Выбрали аплодисменты. Щелчком, соответственно, попадаем в это окошко. Выбираем автоматически. И смотрим, у нас появился вот такой вот значок. Давайте просмотрим, как это будет выглядеть в нашей презентации. Нажимаем показ текущего слайда. Смотрим соответствующий звук и видим продействующий звук. Все хорошо, но хотелось бы убрать вот этот вот значок, чтобы он не показывался. Для этого мы нажимаем правую кнопочку мыши. Настройка анимации. Опять же переходим в параметры эффекта. На вкладке параметры звук нужно поставить галочку «Скрывать значок звука во время показа». Хорошо, давайте начнем презентацию. Посмотрим, каким образом это будет звук есть, а значка на действующего нет. Отлично. Итак, мы с вами рассмотрели добавление звукового эффекта. Установили звук из файла «Аплодисменты» стандартной из коллекции Microsoft Office. И давайте еще вам покажу, каким образом поставить звук на всю презентацию. Для этого перейдем на первый слайд и выполним соответствующую команду «Ставка», «Фильмы и звук», «Звук из файла». Я уже подготовила заранее в папочку, где у меня будет храниться презентация. Я сбросила соответствующий звук. Вот видите, это стандартная сената Бетховена. Выбираем ее, нажимаем «Оклей», ставим автоматически, переносим значок, чтобы у нас с вами не мешало. И просматриваем нашу презентацию. Запускаем с помощью кнопочки «Стать» и слышим, что звук есть. Переходим на следующий слайд. Переходим на следующий слайд. Анимация есть, а звука нет. Давайте исправим эту проблему. Для этого выделяем наш значок. Переходим в параметры эффекта. Это мы уже знаем, параметры звука. Открывать значок звука во время показа. Давайте просмотрим результаты. Да, звук есть, кнопочки нет. Переходим обратно и решим проблему того, чтобы у нас звук был на всей презентации. Еще разочек переходим в параметры эффекта. И вот здесь в накладке «Эффекты» есть «Закончить». Закончить по щелчку, а мы с вами не можем после третьего слайда. И если эту настройку не выполнить, то звук будет только на первом слайде презентации. Мы хотим, чтобы звук был на всей презентации. Первый, второй, третий слайд. Итак, после третьего слайда. Окей. Ну, теперь это запустим нашу презентацию. По щелчку перейдем на второй слайд. Просмотрим все эффекты. Музыка играет. Щелчок произошел. Конечно, не стоит загромождать презентацию. То есть, это учебная презентация, где мы с вами звук установили на все презентации. И соответствующие звуковые эффекты в коллекции PowerPoint. Итак, на этом наш урок с вами закончен. Давайте повторим, что мы сегодня с вами научились. Субтитры создавал DimaTorzok